Осенью 1961 года вышел первый выпуск юмористической телеигры КВН. Эта телепередача является одной из самых популярных со времен СССР и по сей день. В этом году КВН исполняется 61 год. За эти долгие годы в нем приняли участие различные интересные команды. Некоторые участники коллектива стали успешны и построили карьеру. Немало и тех, кто уже ушел из жизни. Сегодня я расскажу вам о ярких участниках КВН, которых больше нет в этом мире. В середине 90-х Халил Мусаев входил в состав команды КВН «Махачкалинские бродяги». В 2007 году он решил попробовать себя в качестве актера, снявшись сразу в трех фильмах, в том числе сыграв главную роль в картине «Разные истории по-любому». Многим зрителям Халил Мусаев известен благодаря скейт-шоу «Даешь молодежь». Всего юморист сыграл 10 ролей в кино и сериалах. Халил Мусаев умер 14 июня 2022 года. Ему было 48 лет. Причиной смерти юмориста и актера стал инфаркт. В 1993 году в команде «Девчонки из Житомира» играла Марина Поплавская. В дальнейшем команда выступала в высшей лиге КВН и неоднократно участвовала в фестивале «Голосящий Кивин». С 2015 года Марина Поплавская участвовала в популярной программе «Дизель-шоу». 20 октября 2018 года юмористка ушла из жизни в ДТП. Марине Поплавской было 48 лет. Одним из участников команды КВН НАТИ был Сергей Баленко. 19 января 2018 года появилась информация о его смерти. Печальную новость сообщили на странице коллектива в социальных сетях. Сообщались разные причины смерти. Говорили о том, что у юноши были проблемы с алкоголем. Также сообщалось, что Сергей свел счеты с жизнью. Но близкие опровергли эти версии и сказали, что у юмориста были проблемы со здоровьем, и врачи не успели ему помочь. Сергею Баленко был всего 21 год. Данияр Алимбаев был участником сборной команды КВН «Октобе». 21 июля 2018 года он ушел из жизни. В сети появилась информация, что юморист стал жертвой уличной драки. Ему повредили ногу, в результате чего Данияр потерял много крови и скончался в больнице. Ему было 32 года. У юмориста осталось четверо детей. Алексей Лютиков был одним из ярких и успешных участников КВН. Он был капитаном курской команды «Служебный вход». В какой-то момент юморист вырос из этой команды и захотел развиваться дальше. Для начала он вошел в совет директоров компании Comedy Club Production, а после стал руководителем уральских пельменей. 10 августа 2016 года Алексея Лютикова нашли мертвым в номере отеля. Причиной его смерти стала закупорка сосуда тромбом. На момент смерти юмористу было 42 года. Скоро на канале выйдет продолжение, в котором я расскажу еще о пяти умерших участниках телеигры КВН. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выхода этого ролика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok